Октябрьская библиотека имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию, посвященную 115-летию со дня рождения легендарной лётчицы Полины Осипенко. Так, будущая отважная лётчица родилась в небольшом украинском селе Новоспасовка, которая тогда входила в состав Российской империи, а позже перешла в состав СССР. Свою трудовую деятельность Полина Денисовна начала с работы на птицеферме, но потом, встретив своего мужа Степана Говяза, который был военным лётчиком, она через некоторое время прониклась его работой и тоже очень захотела научиться летать. И следует заметить, ей это удалось, она научилась летать. Сегодня я расскажу вам о двух наиболее значимых полётах в её жизни и в жизни российской авиации. В 1938 году Полина Осипенко совершила два полёта, которые вошли навсегда в историю мировой авиации. Женский экипаж военных лётчиц в составе командира старшего лейтенанта Полины Осипенко, второго пилота старшего лейтенанта Веры Ломака и штурмана радиста лейтенанта Марины Росковой 2 июля 1938 года совершили рекордный беспосадочный перелёт по маршруту Севастополь-Киев-Новгород-Архангельск. Длиной 2416 километров. Время в пути составило 10 часов 33 минуты. Самолёт приземлился около Архангельска на Холмовском озере. Для полёта из Севастополя в Архангельск зародилось у меня в 1937 году, после того, как мне удалось установить три международных высотных рекорда. Из Севастополя стартовали 2 июля 4 часа 36 минут. Из записок штурмана Росковой. Начинаем взлёт. Через мою кабину, как всегда, валом перекатывается вода. Обычно я в таких случаях закрывал лицо рукавом кожанки, защищаясь от колючих брызг солёной воды. Сейчас руки заняты. Нужно крепко держаться за борта кабины, иначе выбросит в море, и следа не останется от штурмана. Берём курс на Киев и в последний раз бросаем прощальные взгляды на Севастополь. Три месяца мы прожили здесь, в ожидании этой минуты, с Ковой. Внизу железная дорога. Мы идём вдоль неё к Холмовскому озеру. Впереди уже отчётливо видно последнее озеро перед Архангельском. Закончена работа штурмана. Закрываю рацию, и в последний раз с нежностью на неё гляжу. Она с честью вынесла тяжёлую нагрузку. Лётчицы направили теограмму Сталину. Москва, Кремль, Иосифову Старёнычу Сталину. Беспосадочный перелёт в Севастополь-Архангельск выполнен. Готовы выполнить любое ваше задание. Осипенко, Ломака, Роскова. На следующий день газета «Правда» писала в передовой статье. В самом характере советского народа заложены прекрасные свойства, необходимые для того, чтобы быть отличным лётчиком. Упорство, мужество, несокрушимая энергия заложена в советском человеке, воспитанной партией. Каждый год советская авиация добивается новых и новых побед, ставит новые и новые рекорды. Это был самый первый женский экипаж в истории российской авиации. В 1939 году на озере Холмовское появился аэродром. С первых дней Великой Отечественной лахтинские лётчики несли боевую службу в Белом море, защищая северную границу страны. А в 1944-м блестяще провели операцию по перегону американских ленд-лизовских самолётов «Каталина». Полина Осипенко всегда считали упорным, трудолюбивым и на редкость настойчивым человеком. К тому же, эта молодая девушка никогда не прекращала учиться и старалась совершенствовать и улучшать свои навыки пилотирования. В сентябре 1938 года Полина Осипенко приняла участие в рекордном беспосадочном перелёте по маршруту «Москва-Дальний Восток». И этот полёт сделал весь женский экипаж всенародно известным и любимым. За этот перелёт лётчицы были представлены к высшим правительственным наградам. Все три участницы этого полёта получили звание Героя Советского Союза. Для этого полёта был использован модернизированный дальний бомбардировщик. Подготовленная для совершения рекордного полёта версия самолёта получила обозначение АНТ-37 «Родина». Командиром этого экипажа из трёх человек стала Валентина Грезадубова. 24 сентября 1938 года в 8 часов 16 минут самолёт «Родина» оторвался от взлётно-посадочной полосы Шёлковского аэродрома и взял курсы на восток. Но получилось так, что именно в этот день стояла высокая облачность. Отлетев примерно на 50 километров от Москвы, экипаж столкнулся с облачностью, которая закрыла Землю. И практически весь полёт самолёт шёл над облаками, не видя поверхность Земли. Полёт по приборам на такую дальность в 30-е годы был достаточно сложной задачей даже для хорошо приготовленных лётчиков. За судьбу этих лётчиц беспокоились все жители Советского Союза. Но Валентина Грезадубова, Полина Сипенко и Марина Роскова показали всему миру, на что способны советские лётчики. Годы гропотливого труда не прошли зря. Вот что сказала Полина Сипенко на митинге после завершения полёта на Дальний Восток. Я считаю высокой честью приветствовать день авиации всех отважных лётчиков Советского Дальнего Востока. Слава они гремит далеко по всей Советской земле. На Дальнем Востоке прошли замечательную воздушную школу такие сталинские соколы, как герои Советского Союза, Водопьянов, Мазурук, Каманин, Дни выборов, Верховные Советы СССР и РСФСР, пилоты Дальнего Востока показали чудеса, мужество и искусство, доставляя избирательные материалы через снежные вершины горных хребтов, через каменистые ущелья и густые дебри тайги, через холодные воды Охотского моря. Боевые лётчики Краснознамённого Дальнего Восточного фронта убедительно доказали мощь советской авиации японским самураям, дерзнувши потягнуть на славное Дальневосточное приморье. Любой день сотни и тысячи советских лётчиков готовы повторить славный перелёт товарищей Кокенаки и Драндинского, чтобы за одни сутки привезти на Дальний Восток новые боевые машины для защиты наших рубежей. Я не ошибусь, если скажу сегодня, что такой беспосадочный перелёт будет по плечу и женщинам-пилотам советской страны. Я ни на минуту не забываю, что я капитан Красной Армии, военный лётчик, лётчик-иссредитель, который всегда должен быть готов подняться в воздух для защиты нашего мирного труда. Велика патриотическая любовь советского народа к своему дальневосточному краю. Сот тысяч молодых патриотов откликнулись на призыв Валентины Хитагуровой. Приезжайте, девушки, к нам на Дальний Восток. Некоторые из них уже стали лётчицами, планиристками, парашютистками, другие самоотверженно работают на разнообразнейших участках социалистического строительства на Дальнем Востоке. Но если понадобится, тысячи молодых женщин Дальнего Востока с восторгом отзовутся на призыв. Хитагуровки на самолёт. И они будут драться с любым врагом с такой же яростью, отвагой и искусством, как и их братья и мужья. Девушки Дальнего Востока, боритесь за то, чтобы аэроклубы вашего края стали лучшими аэроклубами Советского Союза. И слово «Дальневосточник», «Дальневосточница» будет символом бесстрашия и неизменной готовности к защите границ своей Родины. Да здравствуй, друг, учитель и вдохновитель, лётчиков и лётчиц Советской страны, товарищ Сталин! К сожалению, жизнь Полины Осипенко трагически оборвалась 11 мая 1939 года перед тренировочным полёте вместе с военным лётчиком и героем Советского Союза Анатолием Серовым. В 2008 году в городе Архангельске в посёлке Катунино установлен памятник женскому экипажу Полины Денисовны Осипенко. На металлической стеле установлена гранитная доска. На ней написано 2 июля 1938 года экипаж самолёта МП-1 совершил героический беспосадочный перелёт по маршруту Севастополь-Архангельск с посадкой на озере Холмовское. А в самом городе Архангельске есть улица имени Полины Осипенко. Рядышком с этой улицей расположена улица, которая носит имя военного лётчика Анатолия Серова. Вечная память отважной женщине военному лётчику Полине Денисовне Осипенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова